Поскольку сейчас у нас читала стихи Ольга Никеева, то сам Бог мне велел спеть песню на ее стихи, поскольку у меня их немало. А я, знаете, очень сильно прошу прощения, мы не успели Олю Никеева на сцене сфотографировать. А мне еще раз выйти? В обнимочку со Светланой хотя бы. В обнимочку со Светланой я, наверное, с удовольствием. Чтобы было красиво у нас. Света Недуха мой соавтор, она еще мой замечательный, очень добрый, душевный друг. Раз, два, три. Смотрите. Прекрасно. Спасибо вам. Прошу, пожалуйста, секундочку. Сейчас пройду. Зрители. Итак, стихи Ольги Никеевой. Я решила спеть песню летнюю, которую одна из любимых Ольгинах и Миши. Южная танго. Полночный час, и ресторанчик летний пуст. Давай с тобой, при свете звезд, танцуем танго. Здесь теплый ветер, как нектар цветочный гусь. Дрожит в бокалах лунный свет, оттенка манго. Уходит ночь, ревает нежно сад сапог. У губ моих твое горячее дыхание. Рука в руке, плечо к плечу, волшебный сон. Но час рассветный нам готовит расставание. А гордом жарким полыхнет над морем луч. И на волне вишневой пеной тонко ляжет. Не говори прощальных слов, меня не мучь. Пусть этот танго все за нас с тобою скажет. Уходит ночь, ревает нежно сад сапог. У губ моих твое горячее дыхание. Рука в руке, плечо к плечу, волшебный сон. Но час рассветный нам готовит расставание. Рука в руке, плечо к плечу. Рука в руке, плечо к плечу, волшебный сон. У губ моих твое горячее дыхание. Рука в руке, плечо к плечу, волшебный сон. Но час рассветный нам готовит расставание. Но час рассветный нам готовит растанье Но час рассветный нам готовит растанье А сейчас я хочу вам спеть У нас с вами на дворе апрель, весна Вашу метель мы знаем Какую метель? Апрельскую метель Вчера была А, она имеет ввиду светную ассоциацию с музыкой Поэтому не может понять никак О чем речь Вчера была Про нее еще не написано Не знаю, не знаю, Меридиан так в шутку свой фестиваль называет Да, да У меня есть такая песня апрельская На стихии нашей петербургской эпитесы Ириной Жарковой Называется Баллада о ремонте Кап-кап-кап-кап Кап-кап-кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап, Пускай за окнами каплей, не надрывается копей. Но у меня идёт ремонт, работа непочатый фронт, А по трубе стучит сосед, ему покоя меньше нет. И он волнуется о том, что рухнут стены и ледом. Кап-кап-кап, кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап, Кап-кап-кап-кап-кап-кап, я добралась до потолка, вокруг все кружится слегка, наряд почти что не гляжи, сосед он сам не свой уже, он смотрит с улицы в бинокль и от капели весь промок, и не спасет соседа зонт, он мне кричит, кончай ремонт, смотри, несущий я не трожь, а по трубе струится дождь. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап, стою в религах и в клею, молю, клею и пою, а за окном опять копей и продолжается апрель, вдруг в голове возник экспромт и про весну и про ремонт, но в дверь опять звонит сосед, в чем дело? Ах, какой букет! Дорогие, я хочу обратить ваше внимание на эту ситуацию, это именно тот самый кап-кап, который у меня сверху... Я сейчас в самом-самом таком, в центре всей этой борьбы, ТСЖ, эти верхние наши жильцы там и так далее, и так далее. Вот перед тем, как вас принять, у меня здесь было все завалено этой штукатуркой, пришлось тут все это дело обдирать, чтобы как-то более-менее... Вам эта песня оказалась солью на рану... Вот, так что кап-кап это... Мы первый человек, кому эта песня оказалась солью на рану... Это просто променять, да... Кто не удерет, вот дверь сейчас на замок закроет, только в окно... Все равно не выпустят... Нет, не выпустят... Как показала практика... Ты с хозяевами как-то тут удерешь, да... Если вы даже на них могли, он у нас сегодня не ушел... Потому что есть трактивный замок... Но где именно удрали? Светлана... Ну, сегодня мне так не хочется петь романс и что-то грустное... Я вас пою еще одну песню... Ой, а скажите, пожалуйста, Светлана, а какая песня может считаться вашей визитной карточкой? Есть такая? Потому что мы вот с Муратом, с вашим творчеством так слабо знакомы... А вот есть прям такая вот, которая вот... А, Светлана Дольче, это та, которая поет вот эту песню... Вот есть такая вот? Ну, не знаю... Тут вот, наверное, лучше скажут Оля Смича... Оля? Я не знаю... Ну, ты же знаешь, что я объективной-то не буду... Светлана, давайте сделаем так... Вот то, что вы сейчас поете, и будет визитной карточкой... Нет, дело в том, что песню, которую я хочу спеть, она обычно всем нравится... Хотя я ее написала очень-очень давно, когда только начинала сочинять... Песню о волшебнике я хочу спеть... А, ну, да... Я думала, кто ты бы будешь спеть, ну ладно... Это тоже хорошая... А очень давно это когда? А вы знаете, я даже не могу сказать, потому что я вот пыталась вспомнить... Я в 19 лет начала на гитаре учиться играть... А когда я начинала сочинять, я не помню, честно... Ну, далеко не сразу, я вначале пела романсы и бардовские песни такие популярные... А потом уже вот как-то возникла потребность... Но я слова не пишу, я пишу на стихи разных поэтов... Но вот это была моя одна изранная поэта... Я сейчас не согласен... А? С Рязановым с Петровым не согласен, по-моему... Ну, вот, тем не менее, у нее вот этот вот... Не с Рязановым с Петровым... Бессонница очень хорошая... А, ну, а у меня другие стихи, поэтому я с Петровым не соревнуюсь... Нет, ну, давайте сейчас мы не будем в серьезное углубляться... Я могу много чего серьезного спеть... Песня о волшебнике, стихи «Юмноморец» Сапожник подчиняет вам ботинки... А плотник, табуретку и крыльцо... Но только у волшебников подчинки... Светлеет ваше сердце и лицо... Какая тонкая работа... Счастливой сделать хоть кого-то... Цветок удачи принести, от одиночества спасти... А самому потом тихонечко уйти... Цветок удачи принести, от одиночества спасти... А самому потом тихонечко уйти... Волшебник — это сказочная личность... И сказочного скромен господа... В нем сказочно отсутствует ту личность... И выгоду не ищет никогда... Какая тонкая работа... Счастливым сделать хоть кого-то... Цветок удачи принести, от одиночества спасти... А самому потом тихонечко уйти... Язык чужой обиды и печали... Волшебник изучает с детских лет... Его все лет надежду обучали... И это основной его предмет... Какая тонкая работа... Счастливым сделать хоть кого-то... Цветок удачи принести, от одиночества спасти... А самому потом тихонечко уйти... А самому потом тихонечко уйти... Браво! 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 Продолжение следует...